Но и о том, что здоровья уж точно не прибавит. Больше тонны алкоголя накануне изъяли сотрудники межрайонной прокуратуры. Операция проходила с привлечением полиции и Роспотребнадзора. Во время проверки села Витязева и торговых точек Анапы были выявлены факты продажи крепких напитков без лицензии, да и вообще без каких-либо документов. Партию изъяли. Это стало логичным продолжением одного из первых заявлений анапского межрайонного прокурора на новом посту. Не так давно в своем выступлении перед депутатами муниципального совета он достаточно четко обозначил свою позицию в этом вопросе. Давайте мы все вместе подумаем и составим единый список, который будем отрабатывать с полицией. Вы знаете, я человек новый, мне здесь без разницы кто, где, а если вы подскажете, что кто-то влияет на эти процессы, мы будем, соответственно, с другими силовыми структурами заниматься этими людьми. Поэтому я думаю, что настало время наводить нормальный вид Анапы, такого достойного курорта. Я сегодня посещал и изоляторы временного содержания, и КАС. Ну, понятно, что большинство правонарушений, преступлений совершаются в состоянии алкогольного обвинения. Я думаю, это необходимо нам вместе с муниципалитетом составить этот список, потому что люди говорят, что сейчас леса все знают, они неоднократно уже известны. Ну, то есть есть область торговли, где торгуют фальсификатом, это одна проблема, а есть область, где торгуют спиртком в любое время, как бы, это другой вопрос. Как видим, слова не расходятся с делом. Напомню, что в конце прошлой недели навские правоохранители ликвидировали целый подпольный винзавод и изъято почти 21 тонна алкоголя. И здесь, как говорится, без комментариев.